здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои прекрасные зрители когда в июне месяце я приехала на дачу я сразу же помчалась покупать летники для того чтобы ее украсить и покупая цветы мне нужно было вьющиеся растение мне продавщица показала на эту ипомея сказала что вот это ипомея как раз будет виться но я узнала ее я ипомея бота до этого хорошо знала встречала ее не раз я знала что это не вьющиеся растение но хорошее ампельное растение и решила его купить потому что ампельное растение с темной листвой мне тоже нужно было и конечно я его купила даже две два растения и посадила одну посадила в большой горшок другой в свою любимую клумбу посадила в патио самое свое любимое место вот ипомея ботат и честно говоря я от нее ожидала намного большего но только чуть-чуть выросла и все меня это место вы сами знаете очень красивая и для меня очень важно здесь горшечное растение потому что ну вот вы видите какие у меня здесь красотки сидят вот изумительные изумительные бегонии клубнивые которые я очень 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 люблю посмотрите ой какая красота и меня здесь очень красиво и хвоста такая красиво выбрана и поилка для птиц видите как она здесь хорошо вписывается в общем все такое на моем патио все очень 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 красивое и посадив колиус я вот не ожидала что колиус так прекрасно здесь будет в горшке потому что вы сами знаете что я уже говорил не раз для меня очень важно чтобы в горшке как были красивые растения которые давали цвет даже в то время когда у меня остильба отцветает то мне очень важно чтобы цвет поддерживали растение в горшках поэтому здесь у меня горшков очень много и вот я от них ожидаю тоже очень многого но вот это вот растение да но конечно было бы красиво своими листьями но посмотрите если бы это была огромная шапка как я рассчитывала ведь это же ампельное растение чтобы она свешивалась с большого высокого горшка но к сожалению вот этого не произошло ошибку свою не могу понять но для меня это очень важно потому что здесь уже несколько у меня получилось таких вот просчетов а уже сейчас отцвела стиль бои мне очень важен цвет который дает именно в горшком же мои ошибки но в чем же мои ошибки в чем не понимаю но буду над этим работать не понимаю пока в чем мои ошибки в чем мои ошибки чтобы распуститься декоративная капуста здесь же мой любимый душистый табак нас турция тагетис веселые ребята георгины веселые ребята георгины вот у меня такое здесь веселье видите у меня все подобрано по цветам здесь капуста с такой серединкой как душистый табак как и георгины цветущие и мне конечно сюда нужна была вот я ее посадила но она не растет не растет я думала она даст гущину займет все здесь будет свешиваться потому что вот эту нас турцию посадил намного позже но она уже вот выросла как даже я ее пересаживала ну а ипомия батат расти никак не хочет не знаю в общем я разочаровалась в этом растении может быть в каких-то ящиках они там хорошо себя чувствует но не на наших не на наших цветниках ну в общем занимает только место придется ее как-то выкопать ипомия батат изначально была известна как съедобная культура и только относительно недавно садоводы занялись выращиванием ее в декоративных целях изумительные сорта ее с листьями разных оттенков создают удивительно живописную картину несмотря на то что ипомия батат многолетник на территории России ее сажают в открытый грунт как однолетник итак какие же ошибки я могла совершить для выращивания ипомии подходят солнечные места и полутень но у меня там была полутень но не сильная даже скорее солнышко оптимальная почва для посадки растения слабо кислая умеренно увлажненная хорошо дренированная но в принципе точно такая же почва была и у меня дренированная да и чуть кислая но в наших местах это так полив полив регулярный но умеренный растение не переносит погрешности ухода ему не по нраву как застой воды так и переувлажнение грунта с мая по август поливы должны участиться ну насчет полива да конечно сначала у нас было очень много дождей и в общем наверное было переувлажнение грунта ну а дальше в общем то я поливала вроде все опять же должно быть нормально не знаю основное удобрение основная часть удобрения должна вноситься в период активного роста ипомии это в первый раз аммиачная селитра а затем следует чередовать сочетание разных минеральных подкормок удобрения должны использоваться регулярно ну не знаю может быть я не так часто использовала подкормки из-за дождей в самом начале ну что ж дорогие мои друзья вроде бы как я поняла свои ошибки а я с вами прощаюсь мои дорогие желаю вам всего самого хорошего чтобы была хорошая погода чтобы у вас было прекрасное настроение все таки лето продолжается до встречи